МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, Вань. Привет, Паш. Кстати, пообедать не хочешь? Да, что-то не хочется. А чего так? Аппетита нет. О, кстати, есть одна идея. Сейчас, минутку подожди. О, вот. Значит, слушай. И я со всех ног пустился искать Мишку. Он стоял в буфете и ел сардельку. Мишка, хочешь быть сатириком? А он сказал, погоди, дай поесть. Я стоял и смотрел, как он ест. Сам маленький, а сарделька толще его шеи. Он держал эту сардельку руками и ел прямо целой, не разрезая. И шкурка трещала и лопалась, когда он ее кусал. И оттуда облизгал горячий пахучий сок. И я не выдержал и сказал тете Кате, дайте мне, пожалуйста, тоже сардельку поскорее. Ну что, в столовую? Да, пойдем. Люди с незапамятных времен готовят подобные продукты. Что в прошлом, что в настоящем, они зарекомендовали себя в качестве сытного перекуса. И стоит только представить, как после первого укуса любой из этих пухленьких красоток, рот наполняется ароматным соком, бурление в желудке обеспечено. Все это о сардельках и их сестрах-шпикачках. В эфире сценарий цен. Меня зовут Иван Сапелкин. И сегодня вы узнаете. Как производятся сардельки и шпикачки? Как они появились? В чем между ними разница? А также как выбрать качественный продукт и сколько он стоит? Любовь человечества к колбасным изделиям возникла довольно давно. Еще в 8 веке до нашей эры Гомер в своей поэме «Одиссея» сравнил ворочавшегося во сне главного героя с жарящейся колбаской. Считается, что сардельки придумали в Германии, а родственные им шпикачки в Чехии. К нам же похожие деликатесы привез Петр Первый. Но лишь в 20 веке их стали производить массово. Принято считать, что первые сосиски, в том виде, в котором мы их знаем, были изобретены Иоганном Ланнером, немецким местником в 1805 году. Причем тут сосиски, спросите вы. Дело в том, что немцы не делают различия между сардельками и сосисками, называя все это колбасками. А первые шпикачки были презентованы в Праге на юбилейной выставке в 1891 году. Несмотря на схожесть этих двух продуктов, разница все же есть. Тем не менее, оба эти продукта плотно осели в рационе людей. В целом, производство колбасных изделий на территории края ежегодно достигает 11 тысяч тонн, из которых около 500 тонн составляют продукция сардельки и шпикачки. Пять основных производителей выпускают этот вид продукции. Шпикачки производятся на самом деле абсолютно несложно. Берется мясное сырье местных наших старопольских поставщиков. Мы его обвалили. Сделали фарш. Этот фарш мы подали в шприц. Точно так же сегодня ребята снимали, как это все набивается в оболочку. Попадает это в термокамеру, доводится до правильного температурного режима. Упаковали и готовый продукт попал на полки наших магазинов. Сардельки и шпикачки, по сути, один и тот же фарш идет. Отличие может быть в применяемых специях в продукте. То есть немножечко разный будет вкус. Но основное и самое главное отличие шпикачки идут с кубиками сала. Думаю, многие из вас сталкивались с тезисом «Раньше было вкуснее». Возможно, вы и сами его употребляете. Некоторые связывают изменение вкуса с тем, что часть производителей отошла от ГОСТа в пользу применения технических условий. Так ли это на самом деле, сложно сказать. Но с уверенностью можно заявить, что это не единственный фактор. Не менее важно, к какой категории относится продукт. Мы уже рассказывали об этом в прошлых программах, но вновь повторим. Большинство колбасных изделий классифицируются по категориям в зависимости от массовой доли мышечной ткани. То есть чем выше категория, тем больше мяса в продукте. Все мясо, которое заходит на производство, наше все, проходит по системе Меркурий. Тут, по сути, получается тройной контроль качества поступающего сырья. Это на том месте, где происходит убой. Потом у дистрибьютора, который принимает обычно мясную продукцию. И когда мы уже принимаем, у нас тоже есть ветврач, который выходит, с утра осуществляет приемку мяса. Везде по документам все проходит, как нужно. И мы принимаем это мясо в работу. В целях контроля качества и безопасности выпускаемой продукции на всех мясоперерабатывающих предприятиях края внедряются системы менеджмента качества безопасности, основанные на принципах ХАСП и стандартах ИСО. Также наши мясоперерабатывающие предприятия активно применяют принципы бережливого производства у себя на предприятиях, реализуемые в рамках национального проекта «Производительность труда», что позволяет нашим производителям повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции и минимизировать затраты на производство. Помимо небольшой, но тем не менее весомой разницы в составе, шпикачка и сардельки отличаются по способу приготовления. Сардельки обычно варят, реже жарят, а отдельные личности и вовсе едят их в сыром виде. Честно признаться, я и сам один из них. Кстати, в этом нет ничего плохого, ведь, как известно, такие продукты выпускаются уже готовыми к употреблению. Шпикачки же для варки не особо подходят. За счет наличия шпика их предпочтительнее жарить, предварительно проткнув в нескольких местах. Нужно это для того, чтобы кусочки сала при нагреве вытапливались, делая шпикачку сочнее и обволакивая ее, создавая вокруг нее вкусную корочку. Кстати, сардельки можно варить, не снимая искусственную оболочку. В этом нет ничего страшного. Но в таком случае перед варкой нужно сделать надрезы, чтобы они не лопнули, а после варки придется подождать, пока они остынут перед тем, как их почистить. При выборе готового продукта в магазине потребителю в первую очередь необходимо обратить внимание на внешний вид, чтобы оболочка не была испачкана, без лишних запахов, примесей каких-либо. Если это шпикачки, то обязательно должен присутствовать шпик белого цвета размером не менее 4 мм. Если готовый продукт реализуется в магазине в керметичной потребительской упаковке, то на упаковке обязательно должен быть отображен полный состав продукта, должен быть прописан изготовитель выпускаемого продукта, сроки годности, ну и, конечно же, дата изготовления продукта. Приходя в любой магазин, на самом деле, абсолютно несложно, я думаю, выбрать хорошие шпикачки. Это должен быть свежий продукт, не заветренный, нормального, не бледного цвета. Настоящая шпикачка, там очень простой состав. Там идет 35-40% жирности, то бишь сала, и, например, 20% говядины. Первый сорт и первый сорт свинины. Вот такая она должна быть. Когда слишком упругая, вот вы прям видите, она такая, как полицейская дубинка, то уже стоит задуматься, надо ли вам такой продукт. И сардельки, и шпикачки довольно повсеместные продукты, и найти их не составит труда. Например, здесь на рынке они стоят, если говорить о шпикачках, от 342 до 450 рублей за килограмм. Сардельки в это же время за килограмм стоят от 382 до 450 рублей. Пухлых сестер сосисок, ну, сарделек и шпикачек, можно найти и в гипермаркетах, естественно. Стоят они и здесь, если говорить про сардельки, то от 241 до 625 рублей за килограмм. Ну, а шпикачки, увы, только единственный экземпляр мы нашли, 540 рублей за килограмм. Но, что самое интересное, те самые-самые дешевые сардельки за 241 рубль в категории В. Это примечательный факт. И состав здесь, ну, не побоюсь этого слова, километровый. Хотя, справедливости ради, на первом месте говядина. Далее идет филе грудки куриной, хотя называются они телячьи. Также шпикачки и сардельки можно найти и в сетевых магазинах. Но, если вы хотите прям поварского вкуса, можно вспомнить про небезызвестные купаты. Стоят они здесь, например, от 400 до 475 рублей за килограмм. Сардельки, шпикачки, сосиски занимают у нас четверть продаж нашего мясного рынка. Данный вид продукции у нас представлен во всех форматах торговли. То есть, как можно купить непосредственно в магазине дома, во всех крупных наших федеральных и региональных торговых сетях. А на рынке очень много торговых точек по реализации данной продукции. Ну, конечно же, на ярмарке, которую мы проводим регулярно, на постоянной основе, со всеми нашими муниципальными образованиями. Особенно ярмарки выходного дня. И именно мясная продукция наиболее востребована в таких ярмарках. Шпикачки, сардельки. Понятно, что это все производится из мяса. Поэтому основной вид затрат, который здесь складывается, еще складывается цена, это само непосредственное мясо. Играют здесь роль, конечно же, коммунальные затраты, налоги, которые занимают товаропроизводители, заработная плата работников. Ну, соответственно, затраты на логистику, транспорт, оборудование и какие-то там сопутствующие материалы. Цена на любой мясной продукт, так же, как и на шпикачки, в принципе, формируется в первую очередь, отталкиваясь от цены на мясное сырье. Также в составляющей конечной стоимости продукта есть оболочка, применяемые специи, потому что все, на самом деле, очень сильно подорожало. Упаковка, этикетка, помимо прочего, туда закладывается цена электроэнергии потраченной производства, заработная плата от сотрудников предприятия, арендная плата. То есть это целая совокупность разных цифр, которые складываются вот в эту стоимость. В этом году у нас было очень сильное резкое поднятие цен на мясное сырье летом. Слава богу, чуть-чуть откат произошел к концу года, но все равно, на самом деле, по факту, курица на 35% подорожала. Поэтому, конечно, я уверен, все могли увидеть, как поднялись цены на колбасные изделия. Время любопытных фактов и лайфхаков. Как мы уже рассказывали, на родине сарделек не делают различия между колбасными изделиями, называя все одним словом вурст. Но все же, в зависимости от места, состава и способа приготовления, это название видоизменяется. Например, братворст. Это колбаски из свиного фарша, предназначенные для жарки и использующиеся, как правило, для приготовления немецкого аналога хот-дога. Карриворст. Берлинские колбаски из мелкорубленной свинины, которые подаются соусом на основе кетчупа и порошка карри. А еще есть мэтворст. По сути, это сырой, немного подкопченный свиной фарш в натуральной оболочке, обработанный солью. Его можно сравнить с неким паштетом, только сырым. Кстати, если вам наскучило есть сардельки и шпикачки в привычном виде, советую ознакомиться с рецептом швейцарского шукрута. Это тушеная квашеная капуста с картошкой, сардельками и грудинкой. В интернете существует множество вариаций, но, думаю, ни одна из них не оставит вас равнодушными. Все наши предприятия пищевой промышленности столкнулись с работой в тяжелых экономических условиях, вызванных санкционным давлением, что отразилось на росте себестоимости продукции в среднем на 5%. У нас увеличилась стоимость упаковки, логистики, оборудования, также вспомогательное сырье, оболочка, специи тоже возросли в стоимости. Самый сложный удар, который пришелся по нам в связи с санкциями, это начались проблемы, например, с оболочками. Это очень важная составляющая местных продуктов. То есть, когда в тебе приходит хорошая, стабильная европейская оболочка, у тебя получается стабильный, хороший продукт. Начались перебои, начались поиски альтернатив наших местных, китайских. Очень все непросто. То есть, где-то что-то не отходит оболочка, где-то что-то у нас пустоты. В общем, очень много разных было проблем. Со специями то же самое. То есть, мы переориентировались на других поставщиков. У нас есть в Крыму производитель, который вот сейчас мы переориентировались, у них мы заказываем специи. В целях стимулирования развития производственных фондов наши предприятия, пищевой промышленности, могут воспользоваться мерами государственной поддержки. Оказываем мы Министерством экономического развития Створопольского края, отправленный на возмещение затрат 50% стоимости приобретенного технологического оборудования. Подведем итоги. Маленькие колбаски в том или ином виде стали неотъемлемой частью рациона современного человека. Впрочем, неудивительно, ведь это быстрый и вкусный перекус. Но, учитывая калорийность и наличие специй, не стоит забывать о мере. При выборе продукта обращайте внимание на следующие факторы. Категория. Как мы уже говорили, чем выше категория, тем больше мяса в продукте. В то же время нужно иметь в виду, что чем больше мяса в продукте, тем он дороже. Внешний вид. И сардельки, и шпикачки должны быть целыми, одинакового цвета и, как любят говорить производители, буквально манить в себе. Упаковка. Если вы приобретаете продукт в упаковке, следите за тем, чтобы она была целой и герметичной, с читаемой на ней информацией. Оболочка. Она должна плотно прилегать к наполнителю. Как и упаковка, оболочка должна быть целой. Также следует помнить, что у продукции в натуральной оболочке, как правило, срок годности меньше, чем в искусственной. Состав и срок годности. Здесь правило одно. Чем короче, тем натуральнее. В остальном, как и всегда, выбор за вами. С вами был Сценарий Цент. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова